здравствуйте друзья здесь демитков юрий завтра будет 1 июля вот та самая дата которые все озабочены о переводах с карты на карту я думаю что ничего абсолютно не произойдет и опасаться нечего но вот чего стоит опасаться так это сейчас я расскажу о чем речь смотрите дело в том что часть операций которые идут с карты на карту они имеют признаки подозрительных что имеется в виду дело в том что государство активно ведет борьбу с во-первых незаконным предпринимательством во-вторых с торговлей наркотиками и в третьих с схемами ухода от налогов это все знают все знают что государство все никто не мой вы не мы не могли не заметить что за прошедшие там два-три года закрыто огромное число банков как происходило схему ухода от налогов были так называемой фирмы однодневки вот на эти фирмы однодневки якобы за какие-то услуги или товары переводились деньги и эти деньги обналичивались то есть деньги просто в банке большие суммы достаточно эти фирмы снимали наличными и за вычетом определенного процента с документами от данной фирмы отдавали вот сейчас эти схемы но пресекались те банки которые активно этим занимались наконец-то начали закрывать это были схемы ухода от налогов сейчас эти схемы не работают и были придуманы новые схемы ухода от налогов то есть в банке уже большую сумму денег наличными снять невозможно была придумана схема такая что вот эти фирмы сомнительные они уже не совсем однодневки там есть тоже схемы эти фирмы ищут активно людей среди населения которые будут обналичивать деньги через банкоматы то есть смотрите большую сумму денег снять в банке уже нельзя значит набирается огромное число людей которые согласны работать обналичивальщиками то есть эти люди заводят себе карточки и им говорят таких людей ищут через интернет легкий заработок и так далее значит смотрите им переводят какую-то сумму скажем но для начала там там 30 40 тысяч рублей не говорят вот тебе сумма придет ты ее снимешь с банка с банкомата и принесешь за это получишь какую-то денежку там тысячу рублей например вот потом это сумма увеличивается если человек не сбежал с этой суммы если сбежал то значит по башке получит и так далее вот то есть смотрите идет активный поиск таких людей которые занимаются вот в этих схемах признак этой схемы человек получает от кого-то деньги на карточку и тут же их снимает вот эти операции стали как бы под особым контролем и они отслеживаются то есть если человеку поступает откуда-то сумма и он ее тут же снимает в виде наличных поступает сумма снимает в виде наличных откуда поступает сумма за что значит тут же ставится галочка и отслеживается откуда и за что поступают деньги на предмет ну судя по всему вот незаконной этой деятельности по обналичиванию то есть анализируется источники откуда поступают деньги и аналогично идет борьба с наркоторговлей вы видите что во всех городах стены исписаны наркоторговцами ты очень страшное дело это коснулось и в общем-то меня в одно время у нас в районе стали появляться какие-то странные люди вот они такие веселенькие ходили с какими-то с телефонами такие вот а потом выяснилось что окажется не просто ходили я лично участвовал в задержании одного из таких людей значит молодого человека поймали вот и он был закладчик вот эти схемы есть у нас вот у меня прямо в районе где все утыкано просто камерами каждый квадратный метр утыкан камерами чего не сделал непонятно но в общем и их активность была вот и год назад очень велика здесь много было у меня дети я очень сильно не хочу чтобы эти люди у меня здесь были и орудовали вот прямо у меня вот здесь буквально подходили не искали вот каким образом идут эти платежи опять же от частных лиц частным лицам я уверен что вы в этом не замешаны но просто вот оцениваете значит смотрите явные признаки если скажем вам поступают от кого-то деньги ну просто чтобы обезопасить себя ну во первых не снимайте их сразу и целиком во вторых ну просто не думаю что кто-то хочет у вас отобрать лишнего то население у самозанятых и так далее все намного серьезнее и это это нормально вот эта борьба это нормально когда идет борьба с наркоторговлей и с незаконным предпринимательством в крупных размерах вот эта мелочь там няня там кто-то еще что-то продал там по мелочам бузюку несчастную ну ребята не парьтесь вот это главное еще раз пришли вам деньги от кого-то отчастников не бойтесь ничего значит там просто пользуйтесь этими деньгами и все ничего не будет вот ну а в таких схемах в общем участвовать я очень сильно не рекомендую молодой человек которого я помогал вот наручники надеть наверняка получил 7 лет очень симпатичный молодой человек не занимайтесь этим надеюсь это видео было полезно спасибо с вами владимир комьюрия